Каждому из нас предоставлен список заданий. Всего 4 категории, из которых мы должны сами выбрать, что выполнять. После выбора нам доступна карта с зонами поиска транспорта. Зону мы также выбираем сами. И что самое главное, та машина, на которой будет выполнено последнее задание, служит призом за победу. Ну чё, давай смотреть, какие у нас есть вообще задания. Проехать вокруг карты по встречке, забраться на челяд, спрыгнуть на машине. Мне кажется, что легче всего будет проехать вокруг карты по встречке, поэтому давай смотреть, какая у нас мапа. Так, ну в принципе, как будто самая ближайшая точка ко мне, это вот где Веспуччи находится, поэтому поехали туда забирать машину. Первое задание. Мне кажется, самое простое выполнить из этих двух заданий, это забраться на челяд и спрыгнуть на машине. Это самое быстрое, что можно выполнить, поэтому поехали сейчас, постараемся найти машину и будем выполнять на этой тачке задание. Я думаю, поедем с вами в порт и будем искать нашу первую машину именно там. Не, ну зона тут прям огромная, но мне кажется, что будет максимально легко, потому что все машины у нас красного цвета, а красный цвет, ну, невозможно перепутать. Вот это у нас находится в зоне? Нет, они не в зоне. И я предлагаю просто проехаться по дворам, но мне кажется, админ, ну, не будет слишком душнить и прятать их куда-нибудь прям в Веспуччи. Мне кажется, он заспаунил их где-то вот здесь вот. Погоди-ка. О, моя? Я вот не знаю. У нас ключи от нее будут? Все, найс. Подожди. Да, все, это наша машина. Так, нам с вами надо найти машину красного цвета. Давайте смотреть, есть вообще такая возможность, что эта машина может находиться где-то здесь, потому что все-таки этот уголок у нас как раз таки попадает. Так что тачка в целом, в теории, может реально находиться где-то в этой части порта. То есть она где-то либо здесь, где мы едем, справа, либо где-то там, где слева. Так что давайте искать. Ни одной машины здесь нет, да? Значит, на соседнем берегу, скорее всего. Скорее всего, да. Так оно и есть. Блин, я надеюсь, нам выпадет реально еще годная машина под это именно испытание, потому что нам с вами потенциально нужна реально мощная машина, которая сможет слегка сейчас забраться на Челлиат, а затем и спуститься с этой горы. Ай! Ай! Малышечка, малышечка родненькая, а? Это идеальная машина для того, чтобы выполнить это испытание. Ну, просто идеально. Это Бугатти Дива, да, мои господа? Теперь мы идем выполнять задания по кругу, по встречке. Вот, первая пошла, вторая пошла, третья пошла. И четвертому в лоб! Ладно, нет. Ну, вот теперь вылетел я. Ладно, нет, какие-то все-таки сложности с этой штукой имеются. Мне кажется, меня еще грабить сейчас начнут вот здесь на трассе. Хотя зачем я это сказал? Так, давайте, знаете, наверное, как сделаем. Чтоб не объезжать эту гору, мы будем заезжать на нее вот с этой стороны, с этого подъема. Я думаю, это будет в разы быстрее, потому что здесь мы уже начнем подниматься на гору. Благо, реально, у нас машина, ну, самая, мне кажется, идеальная для того, чтобы забраться на гору Челлиат. Не, мы очень быстро с вами подним... Идеально! Не, я прям боюсь представить, как долго мы поднимались бы на эту гору, будь у нас какая-то другая машина. Я же вообще не знаю, какие тачки тут есть. Мне вообще конкретно повезло, что первая машина, на которой мы с вами прицелились, это Бугатин. Но я сразу понял, что все машины, она хорошая, как будто бы спрятанная просто, да? Так вот, знаешь, я сейчас смотрю на мапу, плюс-минус мы завершим вот здесь в городе. Там есть одна точка близкая, типа где-то справа, но я почему-то хочу убрать именно вот правую верхнюю. Она как-то мне покоя не дает. Вот, поэтому после этой машины мы пикаем задание и идем забирать машину, которая находится справа сверху. Оооо! Тут мы все еще едем по встречке. И сейчас заворачиваем налево. И задание официально выполнено. Так, что мы сами начали, а то что нам надо было сделать? Нам надо просто забраться на Челлиат и спрыгнуть на машине. Сейчас мы это сделаем, и задание будет выполнено. Давайте мы вот, наверное, где-то с этой стороны, чтобы ближе к городу, чтобы потом сразу поехать в сторону, да? Все, полетели, бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ какое следующее задание взять? Это либо дрифт, это либо Гранд Каньон, да? Блин, дрифт брать опасно, потому что я не знаю, какая машина нам может выпасть. Я понимаю, что я легенда дрифта, но как будто бы надо реально, ну, не рисковать особо, да? Потому что если нам выпадет какая-нибудь фиговая машина, мы на ней просто не сможем продрифтить. Вот. И из-за этого у нас могут начаться большие проблемы. Поэтому давайте мы возьмём Каньон и будем и выполним это задание. И всё. Сейчас поедем с вами за тачкой. Я думаю, что за машиной мы с вами поедем... Наверное, поедем в аэропорт. Мда. Хотя не, я знаю куда. На вот это, на антенну поехали. Так будет быстрее. Следующее задание. С кругом я определился. И вот задание. Давай, смотри, сделать 7777 дрифт-поинтов, проехать круг по Каньону. Аааа, что будет из этого сделать легче? Как будто бы. Давай мы сделаем 7000 поинтов. Я не знаю, какая там будет машина, но мне почему-то кажется то, что, ну, хватит ездить. Мы уже вокруг карты дали. Мы чё, сегодня кругосветку делаем. Примерно в этой сезоне мы сейчас должны найти машину. И мне почему-то кажется то, что, ну, 100% она заныкана на ВЗХ. Ну, потому что это самое скрытное место из всех вот этих вот. Либо где-то на берегу. Эх, блин, ребята, ну вот не спрашивайте меня, как это произошло. Ну просто не спрашивайте. Ну как? Ну как? Ну почему я такой идиот? Ну как оно? Так, наша следующая тачка спрятана где-то вот в этом диапазоне. Где, я пока не понимаю. Но я надеюсь, что пока мы едем с таксистом мы всё-таки рано или поздно её таскать отыщем, да? Рано или поздно найдём. Вот. Единственное, что я думаю что эта машина, она 100% находится где-то. Блин, там на самом деле большая зона поисков. Она вообще может в туннеле стоять спокойно вообще. А тут такая проблема, что у нас даже машина не будет, чтобы искать. Так что я надеюсь, что мы её сейчас сразу тут увидим и сразу найдём. Ну-ка. Ага. Ну нет. Ну тут нету машины. Как? А где она тогда? А здесь? Здесь нету, прикинь. Так, таксист меня ждёт. Сейчас попросим, чтобы он газу дал вот по вот этой песчаной тропиночке. Потому что тачка походу там стоит. Тут пока не видно. Машина красного цвета. Не забываем про это. Может она где-то вот здесь внутри, кстати, находится. Так, здесь ничего у нас нет. Парковка у нас так же чисто. О! Вот здесь. Смотри. Бам! Почти. Возможно, конечно, стоит у каких-нибудь вот этих вот домиков. Потому что если бы она прям в голом поле стояла, мы бы это сейчас заметили. Вот она! Вот, красная машина. Не! Спасибо, всего хорошего. Ну не! Так, подъезжаем сюда. И да! Машина есть. Только странно то, что она понял белого цвета. Это точно моя? Да, это моя! Ну ладно, спасибо. Так, теперь смотрим. Мне нужно сделать 7777 поинтов на диве. Это же вообще жопа. Итак, дамы и господа. Мы выдвигаемся с вами в сторону Гранд Каньюна. И будем выполнять это задание прямо сейчас именно там. Так что летим. Киосит, конечно, не самая лучшая машина для этого задания. Слава богу, я не выбрал этот вонючий дрифт. Потому что если бы мне пришлось дрифтить на киосит, то я бы с ума сошел. Что эта машина не дрифтит. Это мне прям очень конкретно повезло. Так что просто летим. Пока что, да. Не, я думаю, мы... Блин, ну конечно, круг там огромный, да? О, так что ладно, нормально. Я думаю, мы быстренько справимся. Так, если я правильно понял, то надо сделать круг вокруг вот этого каньона, да? Так что я надеюсь, что я сейчас все правильно делаю и не теряю дофига и много времени выполняя это задание. Так, ладно. Давай мы будем ехать вот в эту сторону и попробуем... Да нет, это невозможно. Это реально... Ну, 7000 на ней. Ладно, что я лох, что ли? Смогу, конечно же. Хорошо, засейвили. Не, у него мощности очень много, поэтому, мне кажется, это даже просто будет. Все, 3000 есть. 5 есть. 7681 было. Я прям четко это увидел. Ё-моё, почему вот я постоянно, ладно, беру эти задания с дрифтом? Не дай бог, этот гелик меня сейчас грабить будет. Да ну не надо! Ух, ё-моё. Нифига себе тут. О, а я пойду, пожалуй, слышите? Товарищ агент, там синий гелик хотел ограбить меня только что. Все, меня просто сейчас эти мужики засейвили, отвечаю. Ха-ха-ха-ха. Просто кайфарики. Так, ну мы с вами едем в обратную сторону выполнять следующий круг. Хорошо, задание сделано. Господи, я сейчас так запотел. Это просто жопа. Давай смотреть дальше. Купить по бургеру в 4х, 24 на 7. Поменять 4 прически в разных парикмахерских. Давай смотреть, что у нас тут вообще есть. Я понял, что мы делаем. Мы сейчас едем вон туда вот, к супермаркету белому. И там рядышком находится у нас 3, получается, 24 на 7. Поэтому мы по факту сократим дистанцию. И это задание мы должны выполнить максимально быстро и легко. Я очень сильно на это надеюсь. А, так, все. Мы, по сути, уже подъезжаем к финишу. Поэтому давайте уже будем постепенно открывать список заданий, чтобы понимать, что мы выполняем в следующем. И я думаю, что следующую тачку мы, наверное, возьмем у полицейского участка. До нее просто ближе будет ехать. А, купить по бургеру 4х, 24 на 7. Или уметь 4 прически в разных парикмахерских. Давай, реально, это просто. Пить по бургеру 4х, 24 на 7. Это задание проще. Поехали. Так, давай смотреть. Зона у нас начинается вот прям... А, она прям слева. Либо же краешек вот этого дома. На всякий случай, мне кажется, лучше проверить вот этот вот дом. Возможно, тут что-то дозаныкали. И нет. Здесь ничего нет. Ладно. Скорее всего, это находится где-то на горах. Либо на территории самого вот этого торгового центра. Нет, честно говоря, я плюс-минус уже понимаю, как админ прятал тачки. То есть, они, понял, они находятся где-то там, где в основном проезжают люди, но в каком-то таком замысловатом месте. Так, вот мы с вами приблизились к полицейскому участку. Ну, я уверен на 100%, что... Белая тачка не наша? Не, у нас красная машина. Ааа... Может где-то здесь? Может быть где-то тут? Может быть? А может быть и не может быть. А, вон оно! Ха-ха-ха-ха! Вот оно! Так, на финики на самом деле нормально. На финики, ну, типа, не так уж и плохо. Возможно, вообще внутри спрятали, а туда не въехать. Понял? Ну, как будто бы он прям туда бы не прятал. Ну, нет. Не говори, что это могло в лабиринте быть, потому что туда можно запрыгнуть. Но, по всей видимости, здесь абсолютно ничего нет. Не, весь вот этот центр у нас вообще пуст. Я не знаю, куда могли спрятать машину. Вот реально здесь я уже максимально сдаюсь. Вдоль забора. Возможно, она где-то здесь будет. Ах ты, падаль, конченая. Кеоси тварь. Так, один бургер есть. Второй бургер имеется. Кайф. Так, это третий магаз. Четвертый магаз тоже неподалеку от нас находится. На складе закончились товары. Ну, я как знал. Вот он у нас, магазинчик. Все, бургер мы с вами покупаем. Да на складе закончились товары. Ну, как? Не дай бог. Не дай бог. В этом магазине не будет товаров. Ну, вот просто не дай бог. Да ты издеваешься. Да я того все просто. Реально. Ну, как? Три магазина. Спасибо. Спасибо. Ну, наконец-то. Первый купили. Второй купили. Третий тоже. И четвертый. Теперь мы смотрим. Скорее всего. Ё-моё. Нам нужно либо проехать три круга на треке картинга меньше, чем за полторы минуты. Купить парашют в воздухе. А парашют в воздухе спрыгнуть с машины и полететь один камей. Как будто бы три круга на треке будет намного легче сделать. Ну, и в принципе, я к этому привовчён. Поэтому поехали за машиной. И будем выполнять это задание. У нас либо проехать три круга на треке картинга меньше, чем за полторы минуты. Либо купить парашют в воздухе, спрыгнуть с машины и пролететь один километр. Как будто бы три круга на картинге надо. Всё, ребята. Мы с вами на территории аэропорта. Соответственно, у нас есть прямо отмеченный кружочек. Да? Так что... Так, этот ангар не был в этом кружочке. Давайте вот прямо сразу вот этот ангар для начала проверим. И пусто, да? Значит, 100% в следующем ангаре. Потому что прятать больше негде. Хотя, если за ангарами где-то он, ведь мог где-то их за ангарами спрятать. Так, ладно. Начнём искать тогда самого сложного. Потому что вот эта локация, она... Это же она, нет? А, нет. Тут же локация где-то должна быть прям огромная такая. Это не наше случаем? Я надеюсь, то, что наша. Нет, это не наша машина. Фак. Ну, мы проверили абсолютно каждый здесь домик. Я не знаю, где машина может стоять. Что, нету что-то? Похоже, реально за ангарами спрятал, слышишь? Не-е-е-е. Ха-ха-ха-ха. Ну, я всё-таки ошибся. Я всё-таки ошибся, да. Я всё-таки был неправ. Я думал, что... Не, ладно. Киосид, всё равно, самая худшая машина. Даже вот этот гольф, он, ну, лучше, чем Киосид. Потому что машина быстрее и манёвреннее. И, кстати, это идеальная тачка для картинга. Просто идеальная тачка для картинга. Прямо она манёвренная, она поворотливая. А, я понял. Не, они реально очень легко их прячут. Точно наша? Да, это уже наша. Ещё самое главное, знаешь что? Вот эту машину я себе забираю. Вот почему я последний диву не взял? Вот, ну, нахрена я туда вот в жопу полетел? Реально надо было, чтобы я сначала все в городе нашёл, а потом уже поехал бы за город, чтобы найти машину. Сука. Я сейчас офигею, если Олег будет на этом же месте. Так, чё, добро пожаловать на картинг. Нам три круга за полторы минуты проехать надо, да? Подожди, сейчас я точно ещё раз перечитаю задание. Проехали три круга на треке картинга меньше, чем за полторы минуты. Три, поехали. Три круга. Первый 26. Вот, так что, ну, идеальная машина. Просто идеальная. Ты глянь. Нам, ну, по-хорошему, просто каждый круг проходить за 20 с чем-то секунд. И вообще всё будет тогда с кайфом. Не, если бы мне тут Киосид выпало на это задание, я бы сгорел реально. Один круг проехали, 24 секунды. Прекрасно. Я на телефончик засмотрелся, поэтому ударился. У меня просто таймер внизу стоит. Второй 51. Не, я вам говорю, мы таким темпом сейчас мировой рекорд побьём. 49 секунд. И третий это минута 17. Итак, ребята, мы с вами финишируем время минуты 15. Нам потребовалось, я на всякий случай заскриншотил, так сказать, этот тайм. Три круга мы с вами проехали, мы с вами молодцы. Выполнили задание на 15 секунд раньше, поэтому всё. Можем ехать в сторону дома Артёма. Так, я не знаю, почему у меня сошла сума демка, но за минуту, получается сколько, 17, я всё это проехал. В принципе, все мои задания выполнены. Если сейчас я приезжаю первый, то вот эта ласточка за 200 тысяч, кусок говна, моя. Честно скажу, я тут даже смирюсь с поражением, если я реально проиграю. Потому что почему-то мне кажется, что Олег будет на диве. Хотя, если бы он был на диве, он бы стоял прям здесь. И... Подожди, я не верю. Я первый! Да ладно! Охренеть! Ну что, давайте смотреть, давайте... И... Вот 100% он уже здесь, 100%. Я вам говорю, конечно. Так, и смотри, кто под... Ты прикинь! Я клянусь, я думал то-то, что ты будешь на диве.